Глава 17. САСА Часть 1. Поход 35. Ламедгей За победой 14 января последовало тяжелое поражение. Оба эпизода были тесно связаны между собой. После сражения положение Гуша ухудшилось с потерей значительной части боезапаса. Правда, как мы знаем, какое-то «немалое» количество трофеев было подобрано на поле боя. Статья в газете «Арец» выражалась еще категоричнее. Тактические приемы позволили защитникам Гуши Циона заполнить свои склады оружием и боеприпасами, которые оставили на поле боя отступающие арабы. Конец цитаты. Но комментатор сидел в Тель-Авиве. В его статье чувствуется традиция партизанской романтики. К сожалению, действительность была много тяжелее. Нехватка оружия стала одной из важнейших проблем Гуша, который по-прежнему оставался в блокаде. К счастью, после неудачи 14 января арабы в течение четырех месяцев не осмеливались атаковать. Командование не имело точной картины. Было ясно, что положение в целом тяжелое. Панические телеграммы Наркиса вносили нервозность и не проясняли обстановки. Мы уже видели, что в самом начале боя Узи Наркис просил обратиться за помощью к английской армии, не надеясь отразить атаку собственными силами. Вечером в 19.45 он послал первый отчет в Иерусалим. Есть двое убитых, Грунер и еще один командир отделения. Поступили сведения, что есть еще много погибших. Сноска. Конец носки. «Высылайте санитарные машины». Через два часа новая телеграмма. Нехватка продуктов. Тяжелораненые. Машины срочно. Конец цитаты. Было решено послать в Гуш подкрепление. Взвод Пальмаха. 35 человек. Взвод должен был совершить за одну ночь марш-бросок через арабскую территорию и принести в Гуш боеприпасы и плазму крови. Мы не будем рассказывать здесь всю трагическую историю этого похода, известного как Поход Лам-Эд-Гэй, то есть Поход 35. Отметим только основные факты. В первую ночь взвод заблудился и вернулся в Иерусалим. Но следующую ночь взвод вышел из поселения Гартов по трудному маршруту протяженностью в 29 километров. Англичане следили за выходом взвода и, возможно, сообщили о нем арабам. Местный командир Хаганы пытался отменить операцию, но командир отряда Дани Мас настоял на выходе. Никаких других командиров не было в этот решающий момент. Проводники не знали маршрута и, видимо, отряд сбился с пути. Утром следующего дня он был окружен и полностью уничтожен. Не осталось никого, кто мог бы сообщить достоверные подробности. До сих пор все, что говорится и пишется об этом бое, основано на легендах и рассказах арабов. Не исключено, что некоторые из рассказов правдивы. Гибель отряда тяжело отразилась на моральном состоянии Ишуа. Считалось, что 35 вооруженных пальмахников способны сломить любые арабские силы. Реальность оказалась тяжелой, неприятной и неожиданной. Командование Хаганы очень чутко относилось к моральным факторам. Тем более, что только высокая мораль давала надежду победить в войне. Было решено провести операцию 35, 35 нападений на арабские цели. Число 35 соответствовало числу убитых в походе. Оно было определено заранее и, разумеется, диктовало с целями пропаганды, а не оперативными соображениями. Тем временем в командовании Хаганы продолжали споры. До сих пор ее стратегическая линия была пассивной. Операция 35 знаменовала изменения стратегии. Надо было выбирать между необходимостью поддержания боевого духа и опасностью расширения фронта военных действий. Начальник генштаба Дори послал Бен-Гуриону меморандум, в котором он возражал против налетов на деревни. Если операция удастся, мы уничтожим деревню или значительную ее часть. Тогда будут крики, что мы атакуем деревни. Если операция провалится, то ни о чем и говорить. Конец цитаты. Дори предложил ограничиться подрывом мостов вдоль границы с Ливаном и налетами на ближайшие цели. Мысль Дори продолжала вращаться в прежнем кругу идей. Однако Бен-Гурион уже пришел к иным выводам, и с ним теперь были согласны некоторые командиры Хаганы. Они считали, что тотальная в кавычках война с местными арабами уже неотвратима. Бен-Гурион предвидел и вторжение регулярных арабских армий. В свете этих выводов прежняя фабианская стратегия теряла смысл. Игаль Алон предложил Бен-Гуриону план налета на арабскую деревню Саса, и Бен-Гурион немедленно принял его. Лишь немногие из числа задуманных 35 операций были осуществлены. Саса была самой крупной, самой тяжелой, самой опасной, самой эффективной и самой эффектной из них.